Времена изменились. К началу 90-х годов наши потенциальные противники превратились едва ли не в приятелей. Правда, тоже потенциальных. К другим темам. День большой политики в Думе. Депутаты сегодня ратифицировали российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Журналистов в зал заседания не пустили. Дискуссия проходила за закрытыми дверями. Ее итог 294 парламентария за, 134 против. Репортаж Дмитрия Почеткова. Дума решила обсудить договор с Соединенными Штатами в закрытом режиме. Все-таки речь идет о секретах ядерных боеголовках, их сокращении и уничтожении. Коммунисты, среди которых сильные антиамериканские настроения, пытались отложить ратификацию. Но большинство идею левых не поддержало. Центристы и правые согласны с президентом. Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов отвечает интересам России. Это тот международный договор, который очевидно выгоден сегодня России. И смысл этого соглашения состоит в одном, главном. По этому соглашению американцы должны сокращать свои наступательные ядерные потенциалы. Россия может их наращивать до приемлемого для страны уровня. Договор АСНП был подписан президентами Путиным и Бушем в мае прошлого года. Американский Сенат его ратифицировал два месяца назад. Думаю, этот вопрос сначала отложила из-за войны в Ираке. Но сейчас, по мнению депутатов, никаких препятствий для ратификации нет. Главное в договоре. К 2012 году у России и Соединенных Штатов должны остаться минимум по 1700, максимум по 2200 ядерных боевых зарядов на развернутых стратегических ракетах и тяжелых бомбардировщиках. Причем заряды не обязательно уничтожать. Достаточно снять с боевого дежурства и вывести на склад. Чтобы поставить заряд на ракетноситель нужно требуется не менее трех суток. Но если привести весь потенциал, который имеется на складах, то требуется до трех месяцев нужно рассчитывать по времени. Соединенные Штаты сначала были против подписания какого-либо соглашения о разоружении. На руководство России удалось настоять на своем. В результате ратификацию поддержали четыре центристские фракции, а также СПС и Яблоко. 294 голоса за. Те, кто голосовали против, видимо хотят подыграть Америке, чтобы у них было больше боезарядов, чем у нас. Это позволит вооруженным силам Российской Федерации, исходя из собственных национальных интересов, проводить развитие, планирование своих стратегических ядерных сил. Американцы добьются своего. Первым условием при переговорах о ядерном разоружении они поставят уничтожение СС-18. Снятие этих комплексов с боевого дежурства. Американцы немедленно выделят деньги на уничтожение ненавистных им ракет и даже предоставят необходимые режущие аппараты. Один за другим ракетные комплексы начнут превращаться в металлолом. Это станет самой крупной победой Америки в холодной войне. Для разработчиков, создавших эти ракеты, сам по себе процесс уничтожения еще и эмоционально тяжел. Это родное, годами созданное. Но есть возможность применить, есть возможность дать другому направлению использование этих ракет. Ракеты для того, чтобы на них запускать спутники. Не уничтожать, не спешить это делать. Многие американцы, это же специалисты, они же тоже понимают, что неразумно, дико, чудно такую машину взять и просто уничтожить. Но к голосу разума политическое руководство страны не прислушивалось. Участие в переговорах по разоружению главный конструктор Уткин и его коллеги не принимали. Их просто не приглашали. И вместо спутников, которым можно было бы запустить с помощью боевых ракет, на нашей земле множились свалки из металла и взорванные ракетные шахты. Что, что, а крушить и уничтожать мы всегда умели. Американцы с удовольствием наблюдают за этой процедурой. Под предлогом сокращения США занимается их модернизацией. Объявив о переводе бомбардировщиков Б-1 в безъядерный статус, Соединенные Штаты пока не позволяют российским специалистам убедиться в невозможности самолетов нести ядерные крылатые ракеты. Вместо ликвидации тяжелых ракет МЭКС уничтожаются только их первые ступени. Одновременно налажено производство ускорителей к ракетоносителю КАСТР-120 с аналогичными габаритами. Стартовые позиции и пункты управления просто законсервированы. А головные части устанавливаются на баллистические ракеты Минитмен-3. В результате количество американских ядерных боезарядов превысило установленный договором уровень на 1800 единиц, что составляет 30%. Когда было ясно, что кто бы первый не нажал кнопку, он получает сдачу неприемлемую для страны, вот здесь уже появилось понимание того, что это не то оружие, которое должно применяться. Но это созрело только через процесс сдерживания. Поэтому, если не делать равноценное, то тогда будет этот соблазн применить оружие. А что его не применить? Если оно дало бы эффект и победу. Американское оружие появится через 4 года в Восточной Европе. Ракеты в Польше и радарная станция в Чехии. Как сообщила сегодня Бражская радио, все это составная часть базы противоракетной обороны, переговоры о создании которой завершатся в течение месяца. Вашингтон утверждает, что хочет таким образом защититься от возможной атаки со стороны Ирана или Северной Кореи. Но эти страны слишком далеко, в отличие от российской границы. Продолжим тему Григорий Емелянов. Размещение в Чехии американского радара это лишь часть велимой Соединенными Штатами мечты о европейском компоненте глобальной системы ПРО. Параллельно переговоры ведутся с Польшей. Там Пентагон планирует развернуть пусковые установки антиракет. А в дальнейшем дополнительные элементы базирования и слежения предполагается разместить на море и в космосе. Мы готовы к серьезным переговорам по поводу американского предложения и условия его реализации. Полагаю, что размещение радара ПРО на территории нашей страны в наших интересах. Однако о каком-либо окончательном решении говорить пока преждевременно. Наиболее вероятным местом для размещения радара ПРО называют полигон Либала на северо-востоке Чехии. Обслуживать станцию будет американский персонал. Соединенные Штаты настаивающая система позволит перехватывать ракеты, которые гипотетически могут быть запущены Ираном или КНДР. Вопрос о том, кого и как будет защищать восточноевропейское ПРО от иранских или тем более северокорейских ракет, которые до Европы просто-напросто не долетят, обсуждался уже неоднократно. Настораживает и стремление США размещать противоракетные базы как можно ближе к российским границам. Одна из двух уже действующих развернута на Аляске, теперь вот восточная Европа. Наиболее развитые страны, опираясь на свое технологическое преимущество, направляют многомиллиардные средства на разработку оборонительных и наступательных систем следующих поколений. Мы базы ликвидировали и на Кубе, и в Вьетнаме. Что мы получили? Новые американские базы в Румынии, в Болгарии, новый позиционный район ПРО в Польше, скоро будет, видимо, создан, и в Чехии его элементы. И нас фактически ставят перед необходимостью ответных действий, вынуждают принимать соответствующие решения. На эти новые вызовы в России есть, и всегда будет ответ. Всегда будет ответ. Всегда будет ответ. Субтитры создавал DimaTorzok Нам Родина завещана отцами, Чтоб мы ее для внуков сберегли. И мы, ракетнистовое пламя, Не зря зовем щитом родной земли. Мы с собой заслоняем Отечество, И в руках у нас грозная сила, Никогда не отступят ракетчики, Потому что за нами, Потому что за нами Россия. Никогда не отступят ракетчики, Потому что за нами, Потому что за нами Россия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok